С вами Малкор и сегодня я вам покажу как сделать автоматический сундук. Как бы сундук в котором будет 7 сундуков и так далее. Называйте как хотите, я буду называть 7 в 1. Нажав на сундук мы убедимся то что там деревянный меч. И нажав всего лишь на одну кнопку он переключится и там будет уже каменный меч. Как бы вы видите то что все работает. Сейчас я прокручу все по кругу. Айпакуда хочу вас предупредить то что это работает только на Бэддер Кодишин. На Джавин не работает. Хотите спросить почему? Потому что не там нельзя двигать сундуки. Как бы сейчас будет Назаритовый мяч. Все вы убедились. Так что приступаем к постройке этого прекрасного сундука. А перед постройкой данного сундука хотел бы вам показать какой прекрасный подвал можно сделать при помощи данных сундуков. Объединив их все вместе. Как бы вы видите то что он. Сейчас убедитесь то что он функционирует. Вот. А в конце видеоролика я покажу как сделать плавное освещение. Которое плавно включается. И так же плавно выключается. Ну как бы вы видите насколько это красиво. Так что приступим к постройке данного сундука. А для его постройки нам понадобится все что вы видите в этом сундуке. Ну что ж приступим к постройке. Для этого нам нужно сделать каркас. Ну благо он у меня уже готов. Осталось разрубить отверстия в два блока. Вот так вот. Теперь ставим три блока снизу. Через один блок один. Через один один. Через один вверх один. Через один вверх один. И ступенькой четыре блока. Теперь берем поршни. Ставим один сюда. Один сюда. Один сюда. Только не так. Вот так. И один сюда. Все. Поршни нам больше не понадобятся. Берем красный факел, ставим вот сюда и сюда Берем красный камень, ставим сюда, сюда Сюда ставим повторитель с одной натяжкой И доделаем красным камнем Теперь берем повторители Ставим сюда, без натяжки И стоп Сюда, так, вот, сюда С максимальной третьей натяжкой Теперь проводим красным камнем Так, стоп А, вот этот факел нам не нужен Все, каркас готов Осталось поставить сундуки Но это будет легко, надо сделать каркас Из двух блоков, для сундуков Все Теперь берем сундуки Ставим тут два сундука И тут два сундука Два сверху И один сундук сзади Все Наш механизм готов Теперь надо испытать наш механизм Для этого берем Заходим сюда Ставим сюда вот кнопку И ложим, например, красный факел И еще, запомните, что здесь лежит красный факел Теперь я буду по порядку Теперь я буду по порядку уложить вещи Всем вещей влазят из сундуки Но вы можете заполнить каждый сундук полностью Все, я закончил Как видите, красный факел Все, осталось поставить рамки вокруг сундука 7 рамок вокруг сундука И 7 свободных мест Так что берем рамки Где же? Вот они И ставим вокруг сундука И в рамки Сложим то, что лежит в сундуке А сейчас мы возвращаемся И вы видите То, что это механизм подвала О котором я говорил в начале видеоролика Ну, как бы я просто соединил Все механизмы Вы это можете сделать даже в своем выживании С одной стороны я закрыл С другой не закрывал Так, теперь Как вы видите, здесь все рабочее Работает Можно поставить в рамки вещи Вот как я сделал в конце Вот И сейчас я вам покажу Как сделать освещение Которое будет плавно включаться И выключаться И еще перед этим Хочу вам напомнить То, что это как бы подвал А вход должен быть у вас в доме Ну, как бы Вы должны вкопать этот механизм Теперь К освещению Сейчас я вам раскопаю Сейчас я вам раскопаю И покажу, как это все питается А питается, как это вы уже могли догадаться При помощи рычага Который стоит снизу С помощью которого я все это дело переключал Ну, это логично И вы видите, благодаря повторителе Он выключается плавно и красиво И включается тоже плавно и красиво Так что все С вами был Малткор Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok